Это пятая серия в моем ноутбуке Gigabyte Aero Oled 15YD, который входит в семейство RTX Studio. Сертифицированные ноутбуки для работы с визуальным контентом. В ней я тестирую V-Ray Benchmark в разных режимах, а также провожу рендер тест первых двух сцен с RTX ON и OFF. Прирост скорости в этих сценах 30%, что достаточно экономит время рендера анимации. Всем привет! С Вами Кривуля Андре Чарли. На своем канале я рассказываю о 3D-груминге. Записываю подробные видео о процессе создания причесок, шерсти и так далее. Рожевая все по шагам. Присоединяйся к моему Patreon за $1, который дает доступ к закрытому Discord-чату, где можно пообщаться с единомышленниками, задать вопросы и получить фидбэк на свои работы. Также поддержка на Patreon дает возможность выделять больше времени на мои уроки. Так, начиная с рендера бенчмарков, как и говорил в прошлой серии. Кстати, в стандартной бенчмарке я добавил Superposition бенчмарк, который запускает тест на Uni-Engine. Здесь есть разные настройки и в одной серии я обязательно его покажу. Так, заходим в папку Render бенчмарков и начну я снизу. Также я решил показывать разные сценки в рендерах, которые мне интересны. Например, для V-Ray у меня уже есть готовые, которые я уже хочу показать в этом бенчмарке. Начинаю со стандартного V-Ray бенчмарка, который можно скачать по ссылке в закрепленном комментарии. Последняя версия 5.0.20 вышла 22 июня 2021 года. Перейдя по ссылке, Вы увидите такую страницу, где можно нажать на кнопку Download, зайти по своей учетной записи и скачать ее. Также можно нажать на кнопку View Results и посмотреть тесты на разных конфигурациях от других юзеров. Когда Вы запустите окно в бенчмарк, Вы увидите три опции. Просто V-Ray тестирует CPU. V-Ray GPU CUDA тестирует RTX OFF. И V-Ray GPU RTX это RTX ON. Как и обещал, я также буду мониторить температуры. Напоминаю, что самые точные данные в hwinfo. GPU-Z я буду просто показывать для демонстрации видеопамяти, которая выделяется на сцену и температуры видеокарты. А в трее будем смотреть на показатель CPU, так как GPU-Z показывает его не точно. После каждого теста, я буду демонстрировать таблицу с результатами. Итак, первый тест это V-Ray CPU. Как можете заметить, температура варьируется от 81 до 83 градусов. И оценка 8226 сэмплов. Самое интересное то, что каждый раз, когда я запускаю этот тест, оценка разная. Например, если я сейчас зайду в MyScores, то Вы увидите разные тесты, которые я делал. Сегодня разная оценка. То меньше, то больше. При этом 29 июня я тестировал тот же самый CPU и оценка была намного больше. А 10 июля еще больше. Именно поэтому я предпочитаю тестировать все на практике, а не бетчмарками. Но бетчмарки помогают другим сравнивать результат. Ведь цены не у всех есть. А собирать их для каждого лично мне неудобно. В таблице я как раз занес не самую высокую, так как возможно тогда был другой бенч. А среднюю из тех оценок, которые получил сегодня. Как раз это 8230 сэмплов. Теперь давайте посмотрим таблицу и Вы сможете сделать свои выводы. Таблица выглядит таким образом. В ней Вы видите данные, которые я взял из базы V-Ray тестов, доступных на сайте. К сожалению, генератор, который я использую для создания таблиц, не позволяет поместить больше 10 значений. Поэтому получился такой график, в который входят не все CPU. Я брал значения от самого большого до самого маленького. Если Вам нужно больше значений, переходите на сайт с данными. Теперь я хочу протестировать V-Ray CUDA. Когда мы делаем тест V-Ray GPU CUDA, то здесь можно выбирать гибридный рендер. То есть на GPU плюс CPU и также каждую ноду по отдельности. Я все это протестирую и занесу в таблицу, а также возьму другие результаты сайта. Итак, первый тест это CPU Render. Если посмотреть на температуру CPU в трее, то она колеблется от 83 до 85 градусов. В итоге получилось 192 V-Path. Теперь давайте посмотрим гибридный рендер. Как можете наблюдать, температура CPU колеблется от 79 до 80 градусов. А GPU от 57 до 60. В результате рендера получилось 1006 V-Path. Теперь протестирую просто GPU. В этот момент температура CPU колеблется от 54 до 57 градусов. GPU от 57 до 60. Я думаю, Вы помните, что не стоит верить тому, что показывается в колонке CPU. Так как этот софт предназначен только для замера температуры GPU. В итоге получили 962 V-Path. И тут может показаться, что лучше рендерить в гибриде. Но это только на CUDA. На RTX совсем другая ситуация. Но сначала давайте посмотрим на график того, что уже получилось. В результате у меня получилась такая таблица. Которая тоже показывает, что если Вы рендерите именно CUDA, то гибридный рендер лучше подходит для этой задачи. Теперь протестируем V-Ray GPU RTX. Получилось 1508 V-Ray. И таблица выглядит таким образом. Также я обещал сравнить результат с RTX ON-OFF. И у меня получилась такая таблица. И здесь Вы можете наблюдать, что результат с включенными RTX быстрее в 1.5 раза. То есть прирост равен 56%. Но, как я и говорил ранее, я не сильно доверяю тем данным, которые показывают бетчмарки. Потому что даже если Вы зайдете на сайт V-Ray 5 бетчмарк. И посмотрите на прирост тоже 3080. То Вы увидите, что в одной и той же видеокарте разные результаты. Да, тут может быть у кого-то разгон или какая-то кастомная сборка. Но если даже у меня постоянно разные результаты. То я предпочитаю всегда тестировать на практике. На настоящих рабочих сценах. Потому что в них нагрузка всегда идет немного по-другому. Поэтому я покажу Вам еще несколько сцен, которые у меня есть в данный момент. Потом еще планирую показать разные в других сериях. Первая сцена, которую я хочу протестировать. Это мой VIP для персонажа от Самир Мир. Это не финальная сцена, но ее можно рендерить и тестировать. Первый рендер буду делать на CUDA. То есть выключаю опцию RTX. И остальные настройки оставляю по умолчанию. Разрешение рендера 1920x1920. Запускаю его. По истечению нескольких минут, как можете заметить, температура CPU держится на отметке 63-65 градусов. А температура GPU 69 градусов. Такая же ситуация и через полчаса. Так что можете не сомневаться. Система охлаждения справляется со своей задачей. Так как я забыл выключить опцию Resumable Render, то V-Ray показывает некорректное время. Поэтому я просто проверю его в записи. Ведь я специально начал запись от начала и до конца рендера. И это время равно 3-4 минуты. Теперь давайте посмотрим результат с RTX ON. То есть захожу в настройки рендера и включаю опцию RTX. Далее запускаю его. Итак, время рендера с RTX ON 26 минут. Сейчас датчик работает правильно. Так как я выключил в настройках Resumable Render. Теперь давайте посмотрим таблицу и сделаем выводы. Рендер с RTX ON быстрее RTX OFF в 1,3 раза. То есть прирост скорости 30%. Что может сэкономить Вам, допустим, 80 минут рендера для 10 кадров анимации. Что меня лично очень радует. Так как я часто делаю рамтейбл в 10-16 кадрах. Идем дальше. Следующая сцена, которую я хочу показать. Это голова моего Golden Retriever Buddy. Я еще поставлю сцену в полный рост. Так что ее не будет в этой серии. Но обязательно покажу в других сериях с V-Ray. Потому что, как я и говорил. Для каждого рендера я не собираюсь останавливаться на одной серии. И буду показывать разные сцены по мере их готовности. Эта сцена сохранена в каком-то древнем V-Ray. Явно не пятой версии. Но все же интересно ее протестировать и посмотреть на скорость. Настройки рендера вполне стандартные. Сначала я тестирую RTX OFF. Я тестирую прогрессив режим, потому что у меня уже есть видео, где я показываю, что рендер бакетами намного медленнее. Разрешение рендера 1920х1080. Этого будет вполне достаточно для теста. Запускаю рендер. Уже прошло 26 минут. И показатель температуры GPU 70 градусов. Сцена съедает 10 ГБ видеопамяти. И температура CPU от 65 до 68 градусов. Как я и говорил в прошлой серии, в работе показатели температур выглядят иначе. То есть сами бичмарки гораздо сильнее прикрывают CPU и GPU. Поэтому я и говорил, что не стоит волноваться и нужно тестировать только в работе. На практике в своих сценах. Рендер с RTX OFF прошел за 54 минуты или 3240 секунд. Теперь давайте протестируем RTX ON. Для этого в настройках рендера нужно выбрать RTX для параметра Engine Type. И нажимаю Render. Так, рендер прошел за 43 минуты или 2580 секунд. Теперь давайте посмотрим на таблицу и сделаем выводы, касаемо этой сцены. В ней мы видим, что рендер RTX ON быстрее RTX OFF в 1,25 раза. То есть прирост скорости составляет 25%. Что тоже неплохо и достаточно сократить затраты во время рендера анимации. И это все, что я хотел показать в этой серии. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.